приветствую вас на нашем канале сегодня говорим поговорим о самом понятии биологически активных добавках говоря биологически активных добавках хотелось бы сослаться на официальные государственные документы чтобы говорить об этом вопросе предметно а не информацию из сми и различных блогеров а что еще хуже недоблогеров вот согласно единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору контролю таможенного союза принятому 2013 году биологически активные добавки к пище или как их еще иногда презрительно некоторые называют и увы даже врачи бады на государственном уровне на государственном уровне межгосударственным официальным документом признаны и регламентированы естественно еще раз повторяюсь речь идет об официальных биологически активных добавках которые имеют официальные документы они признаны регламентированы и соответственно при приобретении любых биологически активных добавок какие бы они не были супер хорошие понятны первый вопрос который вы должны задать продавцу или дистрибьютору а можно посмотреть свидетельство о государственной регистрации которая должна быть выдана государственным органам либо аккредитованным государством органам а не каким-либо там частным практикующим врачом из тьму тараканской так вот конкретно что написано в законе вернее в единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях по отношению к банам биологически активные вещества их концентраты природного происхождения или идентичные им вещества искусственного происхождения то есть по существу и синтетические аналоги ну есть мы уже говорили еще раз будем говорить об этом что некоторые витамины некоторые вещества можно вполне можно приобретать синтетически для оптимизации рациона питания человека и не являющийся источником пищи или диетического питания конкретно четко и понятно биологически активные добавки к пище применяется для оптимизации рациона питания человека это ничего волшебного у них нет они не чудо таблетки решающие все вопросы особенно как есть некоторые чудо бады которые от всего начиная от кариеса и заканчивая геморройом как почитаешь аннотации либо послушаешь дистрибьюторы прям диву даешься продукт который лечит все нет таких продуктов которые лечат все бак является оптимизация рациона питания а уже при правильном питании наш организм может справиться самостоятельно с очень многими заболеваниями как минимум профилактика как на государственном уровне принято что биологически активные комплексы применяются для оптимизации рациона питания являются добавками к нашему повседневному рациону питания котлеты это само собой борщ само собой а биокомплексы идут как добавка к тем же котлетам и борщу не замена питания и применяется как профилактика соматических и элементарно зависимых заболеваний и или профилактика развития хронических стадий путем коррекции питания ну и тем более не лечение уже говорил повторюсь лечить задачи врачей наша задача профилактировать и корректировать свое здоровье и здоровье наших друзей пациентов хочу обратить внимание на то что абсолютно все биологически активные комплексы и продукты содержащие биологически активные вещества обязательны для санитарно-эпидемиологического контроля поэтому когда вам говорят что да нет ну что это же просто бат его не обязательно регистрировать как-то не обязательно регистрировать когда законе четко прописано обязательны как минимум санитарный педемиологический контроль а соответственно при этом контроле уже остальные документы тоже свидетельство государственной регистрации потому когда вам пытаются втюхать продукты и непонятного происхождения как панацею при этом говорят что да нет это обычная пища обогащенная витаминами и биоактивными комплексами веществами и при этом как говорится вешают вам лошу на уши что это просто еда не требуется никаких документов потому что тоже такое встречал рекламирует панацею рекламирует чудо таблетку который от всего как я говорил от кариеса до геморроя задаешь вопрос а извините а можно посмотреть государственные регистрационные документы начинается сразу говорить да не вы что это ж не это это просто просто еда да это просто еда поверьте даже чебуреки которыми торгуют на автостанции тоже обязаны иметь необходимые документы том числе санитарный педемиологический так что задумайтесь в лучшем случае это просто пустышка вы подарите деньги организаторам продаж а ведь можно плюс ко всему и нанести непоправимый вред своему здоровью либо здоровью ваших близких знакомых документы должны быть государственные еще раз повторюсь не выданные каких-то часто практикующим врачом либо частной коммерческой клиникой а именно конкретно государственным на сегодня все будьте здоровы оставайтесь с нами до новых встреч подписывайтесь на канал в следующем выпуске